Всем привет! Сегодня у нас заключительная часть по технике для уборки в саду. И речь пойдет о садовых измельчителях. Осенью, да и вообще в течение всего года, на участке появляются не только опавшие листва, но и другие органические отходы, в том числе ветки. Любимый и самый привычный для нас способ избавиться от них – сжечь. Но такой способ регулируется в России нормативными актами и приказами МЧС. А самое главное, он вредит нашему здоровью. Ведь при сжигании вырабатываются не только вредные вещества, но и недовольные соседи. Чтобы избежать ненужных неприятностей и упростить процесс уборки веток в саду, рекомендуем использовать садовые измельчители. При выборе данных агрегатов желательно понимать, какой материал вы будете им измельчать в дальнейшем. Если вы планируете работать только с твердым материалом, ветками или мелкими шишками, вам подойдут модели ГХЕ-140Л или ГХЕ-105. Компактный измельчитель превратит любые ветки в щепу, которые вы потом сможете использовать. Например, для ухода за цветами или в ландшафтном дизайне. Можно даже коптить рыбу. Если вы точно знаете, что будете что-то измельчать, но пока не определились, что именно, рекомендуем присмотреться к модели ГХЕ-250. Данная модель оснащена мощными ножами, которые в равной степени прекрасно справятся как с ветками, так и с опавшими листьями. Но не всегда мы можем подключиться к электричеству на участке. А возможно, нам предстоит действительно масштабная работа. В этом случае идеальным помощником станет наш бензиновый измельчитель ГХ-460С. Мощный, с двигателем практически 8 л.с., надежный, да еще и с двумя отдельными погрузочными камерами. Для мягкого материала, например, ботвы или опавших листьев. И для веток. В этом видео мы рассказали, конечно, не обо всех моделях. Полную информацию об ассортименте измельчителей вы можете найти на нашем сайте штиль.ру. Большое спасибо, что были с нами. С вами были Маша и Игорь. Будьте всегда профессионалами. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!